привет вчера снимала видео про эти шары и подумала у вас наверное есть внуки или дети маленькие вы все разного возраста мои зрители и поэтому сегодня решила покажу я вам видео как сделать куколок из носков куколки из носков бывают совершенно разные эти три сшиты из носков размера примерно семи лет до девяти можно взять носки как темные для мальчиков также и вот такие яркие для девочек ну а также если у вас остался один махровый носок вы не знаете что с ним сделать это недоделанный заяц здесь мне нужно еще сделать нос и уши ну ладно пусть саяц посидит в стороне ну а мы займемся вот такими пупсами вам нужно определиться какого вы хотите вот такого с бантиком и шапка на бекрень или вот такую девчонку с таким бантиком красивым глазастую и в пугах посмотрите или вот эту которая совсем замерзла щеки красные шапка налезла по самый нос ничего не видит ну в общем и целом пошив у них у всех одинаковый нужно взять как я сказала носок для девочек или для мальчиков смотря какие куколки вы хотите сделать вот такого размера у меня он очень эластичный и но наверное он подойдет этот носочек лет семи девяти примерно такого возраста если вы хотите пупса поменьше то возьмите носочек поменьше для отделки я взяла вот такой самый маленький посмотрите какой он миленький ну наверное на годик или два и вот этот валанчик можно тоже использовать для набивки можно использовать старую вату из подушек или вот такой вот синтепон немножко его размахлив и растянув или например у меня есть синтетическая вата из вот такого флиса она тоже подойдет какие-то подходящие атласные ленты кружева или бантики а также наклеечки пуговицы или вот такие вот розочки подходящие по цвету или близкие к цвету нитки ножницы и если будете обжигать опластную ленту то зажигалочка не помню сказала ли я про глаза вот здесь вы видите черные такие бусинки они у меня по два с половиной три миллиметра диаметре но если их нет можно нарисовать и фломастером для замерзшего носика я использую просто пенопластовый шарик можно также использовать сшитый носик из той же ткани или например приклеить какой-то носик сделав помпон любимая вот такая вот кисточка и румяна куколка в принципе шьется очень быстро и просто вот из этого белого делаем мордашку если у нас нету белого носочка то я использую футболку старую или бежевые или белые носки просто вырезав оттуда 12 сантиметров в диаметре круг ну а здесь мне позволяет как раз таки диаметр чтобы вырезать вот этот кончик носка чтобы сделать мордашку я отрезаю вот таким вот образом и вот могу сделать уже такую мордочку симпатичную теперь я разворачиваю мой носок в принципе это не важно потому что эта часть пойдет у нас под шапочку будет головка здесь у нас будет шейка и так набиваем мы синтепоном я люблю когда у кукол личики довольно таки плотные и таким вот образом набивая синтепон во внутрь здесь мы теперь сшиваем подходящей ниткой я просто беру иголку с ниткой и вот такими стежками вперед иголку стягиваю нашу головку и затем прошив затягиваю нитку и здесь я сшиваю немножко чтобы держалась покрепче крест-накрест и затягиваю петельку 1 2 и притягиваю отрезаю теперь посмотрите здесь у носочка был шов я разворачиваю другой стороной чтобы личико было ровным и начинаю пришивать бусинки глазки глазки будут у куколки черного цвета поэтому я беру нитки черного цвета по идее глазки нужно было подшивать вот иголку вставляя снизу головки но так как у меня эта часть будет под шапкой я имею право вот просто вот так насквозь определив где у меня будут глазки или даже нарисуя я прохожу иголкой вот и обратно обратно прошиваю немножко подтягиваю чтобы было углубление и ворачиваюсь снова вот сюда вперед теперь уже одевая бусинку и прошиваю прошивая два раза снова выхожу вперед и через бусинку и обратно потому что маленькие дети могут оторвать глазик и может произойти несчастный случай чтобы они не взяли в рот эту бусинку вот глазки немножко они как бы вогнутые вовнутрь да как у рыбки вот выглядят вот так или еще ближе в кучку вот такие глазки в общем глазки можно сделать разные какие вы хотите так как у меня две куколки вот с такими глазками в кучку я эти сделаю чуть подальше и опять выходим наперед второй глазик сделаем таким же образом надеваем на иголочку бусинку и обратно выходим с задней стороны глазки можно сделать как в кучку как я уже сказала так и близко и далеко друг от друга как вы хотите как вам нравится пожалуйста смотрите совсем другая мордашка в общем они все такие разные и милые вот одинаковых нету потому что так же как нету одинаковых людей пусть будет вот такая куколка у меня теперь и так я прохожу снова здесь и второй раз прошиваю через бусинку и сзади закрепляю сзади конечно у нас некрасиво но главное что вот здесь у нас было симпатично мордяшка готова а теперь давайте приступим к туловищу чтобы сделать туловище мы берем нижнюю часть носочка вот посмотрите как здесь или как вот у этой куколки нижняя часть до пяточки мы обрезаем ровно нижнюю часть или как у этой вот таким вот образом теперь носочек разворачиваем и здесь мы опять видим шов можно шов сделать спереди вот как у этой куклы шов спереди или сделать шов сзади тогда у нас рисунок некрасивый здесь у нас вот прорезинено мы видим чтоб носочки не скользили но с другой стороны красивый рисунок поэтому шов получается спереди и опять набиваем синтепоном желательно чтобы синтепон был ровно набитый без шишек каких-то и бугров чтобы наше изделие было аккуратным вот так набиваем синтепоном и теперь берем нитку подходящего цвета у меня не оказалось у меня вот такая вот морской волны нитки у меня нет но самое лучшее что подходит это серая нитка серого цвета я люблю нитки серого цвета и бежевого они подходят ко многим цветам поэтому серые нитки бежевые у меня всегда с собой и так я серой ниткой прошиваю снизу сетипон очень податливый материал поэтому я люблю с ним работать так нитка у меня серая узелок завязали и что я делаю вот я делю носочек на две части таким вот образом чтобы получились ножки показываю наглядно ножки ножки мы делаем чуть меньше чем до середины туловища то есть вот на длину иголки как я показываю вам и начиная шить вот задней части такая иголку примерно на сантиметр выхожу наперед и снова делаю такую вот петельку для начала ровненько располагая прям по центру она вот не хочет располагаться мы ее располагаем по центру стягиваем и чуть выше беру уже на три миллиметра и снова вот в эту дырочку где мы начинали и назад сзади у нас тоже должно получаться то же самое что и спереди посмотрите да то есть вот должно быть вот так и продолжаем шить немножко растягиваем здесь такая я примерно на глаз здесь такая сзади и вот 35 миллиметров захватываем и шьем как бы назад иголку вот таким вот образом сзади мы всегда выходим вот посмотрите я выхожу опять здесь и 3 миллиметра и спереди выхожу тот же самый шов и снова назад не значит что мы топчется топчемся мы назад иголку но вперед тоже на 3-5 миллиметров уходим видите вот таким вот образом ну лучше не так сгибать это я уже согнула тут уже можно и 3 захватить сантиметра лучше шить постепенно потихонечку опять вот на 3 миллиметра и прошиваем наши ножки пока не зашьем вот до конца как у этой куколки и еще девочки когда мы шьем мы немножко вот так вытягиваем шов чтобы он не стянул здесь то нашу куколку и ровняем до немножечко чтобы форма у нас получалась ножек я все говорю девочки девочки а тут наверно на канале мужчины присутствует так что мужчина смотрите как рождается дети или пупсики из нас не из носок если в шкафу не найдете свои носки значит супруга сшила пупсика ну вот ножки уже готовы мы видим немножко не доходя до середины и заканчиваем сзади здесь немножечко я вот так беру пару ниточек на носке и закрепляю петлю и обрезаю ну вот руки запутались я всегда два раза закручиваю об иголку кто-то один раз но мне нравится два и как можно короче обрезаем вот в принципе ножки готовы чтобы ватка наша не вылазила ли синдепон мы здесь сейчас тоже ставим нашу головку и будем пришивать но чтобы пришить головку нужно немножко созбарить и так я беру мою нитку и присбариваю сверху носочек и так если вы здесь хотите вот привязать такой широкий шарф какой-то девчушки то можно созбаривать оставляя махрушки то есть такой необработанный край но если уже более тонкий бантик то может ваш шов проглядываться поэтому нужно подогнуть край на пол сантиметра чтобы было аккуратно ну а так как у меня широкая лента я буду шить прям вот как есть так проще и удобнее и быстрее и потом я украшу лентой опять вперед иголку мы вот по 3 миллиметра вот так созбариваем наше изделие до конца я созбарила и теперь можно немножко потянув ниточку вставляем головку и пришиваем я хочу посильнее присбарить потому что здесь у нас головка сильно созборено как мы видим и вот таким вот образом пришить пришиваю я той же самой ниткой за туловище затем за головку беру за ткань снова за туловище подтягиваю за головку за туловище подтягиваю за головку за туловище и так вот пока не пришью все вокруг теперь мы видим что у нас здесь нету ручек как же шьются ручки если мы возьмем опять наших куколок посмотрим как же шьются ручки ну где-то чуть чуть выше вот наших ножек скажем так миллиметров на 7 и вот этой куколке тоже самое да 7 миллиметров по краю то есть я беру на глаз вставляю иголку на полтора сантиметра вот таким вот образом сзади начинаю вставляю иголку вокруг притягиваю нитку и снова сзади вставляю иголку и так два раза я подтягиваю нитку хорошенько прошиваю на одном и том же месте посмотрите вот так теперь что я делаю я иду вверх опять швом как мы шили наши ножки назад иголку то есть три миллиметра ворачиваюсь назад вверх опять три дальше вот этой нитки три миллиметра и так пока ручка не будет готова опять подтягиваю и здесь тоже не доходя до плечика где-то полтора сантиметра здесь полтора и здесь не доходя таким же образом делаем вторую ручку все нитки прячем сзади всех куколок я шью одинарной ниткой потому что мои нитки называется полиэстер полиэстер и номер на сто процентов полиэстер номер здесь какой вот не написано номер ну в общем я думаю что это сороковка я обычно шью 40 50 если тонкие ткани 60 в общем вот такие куклы дальше нам нужно делать теперь шапочку нашему ребенку а шапочку мы делаем из второй части нашу носочка можно сделать вот как здесь видите это я со сборила вот таким вот образом верхушечку получается цветочек на голове можно этот же носок перевернуть и получается вот такая шапочка вот смотрите а здесь уже просто подвернутый край и со сборенной какой вам нравится больше такой или такой или может сделать совершенно простую шапку с овечкой как здесь и бубенчик ну в общем выбирайте сами ну а проще конечно а давайте я сделаю еще один вариант тут у нас три варианта разных пупсов сделаю ка я четвертый то есть с помпоном помпончик можно было с этой обрезанной пяточки сделать но а я выверну носок и просто вот со сборю вот эту часть верхнюю на 5 миллиметров ниже или стену просто ниткой так вот я со сборила и стягиваю мою нитку здесь подтягиваю и вокруг вот этой части я еще раз просто вот таким вот образом затяну сильно 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 и закреплю вот кончик здесь я вывернула нашу будущую шапочку и теперь сделаю здесь помпон из того же носочка я не люблю вот закручивать просто ниткой я люблю сначала немножко прошить так будет крепче держаться потому что закрученная нитка она может сделать немножко кривым наш помпон и распутаться со временем так как она будет закрученная и я вот сначала пришиваю теперь я выравниваю со сбориваю и спокойненько уже потом вот со сборив вот такой вот розочку уже потом наматываю наматываю стягиваю расправляю снова притягиваю расправляю и опять таки здесь делаю закрепочку снизу кстати кто делает шапки для своих детей из трикотажных пуловеров старых кофточек можно использовать тот же самый метод смотрится красиво и нарядненько и так вот такая шапка получилась померяем как же она смотрится примерим и здесь мы видим головка плоская чтобы наша головка плоская не выглядела например да то можем вставить опять немножко синтепона как я сделала вот здесь вот здесь вот у меня немножко синтепон тогда держит форму ну и здесь мы тоже можем проделать тоже самое или например оставим вот так глазки пусть выглядывает слегка из-под шапки или опустим ее сзади вот эту шапку пусть она вот так торчит или нависает как вам нравится вот ну можно в принципе оставить и так вот наша мордяшка симпатичная такая вот получается ну хорошо я оставлю так и теперь я вот здесь вот с этой стороны вот так пришиваю к мордочке ниткой эту шапочку чтобы было не видно чтоб край опускался и не было заметно можно пришить вплотную как вот на этой мордочке видите тут прям по краю я пришила или вот как я сказала уже потайным швом вот таким вот образом за личико и за шапочку за личико и за шапочку где-то через пять миллиметров мы это все прошиваем но не затягиваем спокойно пришиваем как она вот так лежит так и шьем чтобы легко ложилась наша нитка и форма не портилась нашего изделия нашего личика да и вот так вот все по кругу прошиваем вот она какая красота получилась тратата тратата теперь нужно нам привязать пришить приклеить бантик как будто это шарфик что вы будете делать это на ваше усмотрение я сейчас нагрев горячий клей и приклею так быстрее ну а концы конечно нужно хорошенько обрезать чтобы они были у нас ровные не махрились и обжечь на свече или на зажигалке вот таким вот образом сбоку пламени обязательно не сверху а сбоку проводим и обжигаем ну а теперь пока нагревается пистолет я буду наводить нашей куколке макияж то есть розовым покрашу щечки ну а как же без этого без этого вот посмотрите как она пусто смотрится ну какая-то больная кукла но с розовыми щечками это же такая лялечка такой бабичка сладенький вот посмотрите красота и я беру как я вам показывала могут быть это тени для глаз как у меня или например румяна что вас есть да можно даже и губнушка у меня однажды не было теней и я воспользовалась губнушкой слегка вот так прикасаясь к щечкам губнушкой и также я сделаю и с этими тенями ну если вы желаете сильно накрасить то пожалуйста и вот эти щечки вот таким вот образом мы втираем ну немножко создавая давление да и получается розовые красивые щеки чтобы получилось одинаково я переворачиваю куколу кверх ногами так мне виднее расстояние от глаз и вот таким вот образом щечки рисуем куколки наши убираем пушинки то даже нитка ее нельзя убрать вот посмотрите какая милаха смотрит из-под шапки такая симпатичная кстати кто-то говорит что кукол этих шить пять минут в общем я шью в среднем на средней скорости 40 минут это реальное время 40 минут на одну куколку имейте ввиду кто будет шить да и теперь когда пистолет нагрелся я посмотрю как же будет располагаться мой шарфик чтобы закрыть шов вот таким вот образом значит я поставлю капельку вот сюда и вторую сверху вот я приклеила теперь я хочу вот розочку сюда приклеить это же девочка она же миленькая вот смотрите вот сюда вот я приклею розу вот она какая красавица получилась но и шапку шапку мы можем вот как у детей делают тоже притянуть вот наперед и прицепить какую-то брошку красивую маленькую-маленькую или вот таким вот образом приклеить или наживить тоже как вы хотите ну а ножки вот вы видите наверное у меня здесь у всех ножки вот в таких вот ботиках да тоже можно в принципе вот так взять и ниткой обмотать и получатся вот такие ножки и вот такие красивые пупсята получаются быстро красиво посмотрите просто чудеса какие они все милые какие они разные и вот еще четвертая девочка еще раз покажу по одной это девочка вот с таким бантиком на головке с такой шапочкой здесь у нас то ли девочка то ли мальчик ну наверно тоже девочка раз с бантиками такие ботинки у ней замерзла шапка на нос натянулась это та которую мы с вами сегодня сделали красота доброта и вот это вот хулиганка шапка у нее набекрень тут у нее овечка прелесть и вот такие красивые ботиночки так что если нравится делайте таких пупсят или куколок посмотрите ну разве они не милые но они в общем бесподобные они все такие разные а еще если кто-то хочет сделать ротик или носик пожалуйста делайте и носик также можно вот эту часть например если бусинку вставить вовнутрь и получится носик да снутри вставляем бусинку затягиваем ниткой а потом уже делаем мордочку ну вот сегодняшний пупсенок такой или куколка получился симпатяга но если вы хотите посадить можно вставить проволоку вот таким вот образом и здесь закрутить концы тогда пупс еще и сидеть будет у нас ну а на сегодня я уже с вами прощаюсь столько времени вместе так что говорю вам всего доброго и хорошего пока пока до скорой встречи